Елена Николаева с улыбкой и теплом перелистывает фото в смартфоне. Они напоминают ей о судьбоносных встречах и о чудесах, которые произошли в жизни, когда она была уже на грани отчаяния. Так получилось, что в достаточно взрослом возрасте у меня родилась дочка, и после того, как я родила дочку, обнаружилось, что у меня опухоль. Конечно же, для меня тогда это был шок, потому что мне на тот момент было 32 года, и врачи сказали, что достаточно тяжёлая же стадия, меня прооперировали. Елена практически всё своё время уделяла уходу за дочкой и работала в нескольких местах. Поздно обратила внимание на себя, своё здоровье. Грудь быстро набухала, а боль становилась отчётливее и сильнее. У меня опухоль на глазах выросла с шарик до куриного яйца. Это страшно, и в тот момент ты очень остро понимаешь практически мгновенно, что важно в твоей жизни, а что не важно. Когда с Еленой говорили о Боге, она называла себя прохожанкой, так как нечасто бывала в храме. И вот в этот момент я взмолилась просто, наверное, как в последний день, потому что я молила Господа дать мне возможность всё-таки осознать цель нашего пребывания здесь, поднять свою дочку, сделать какие-то добрые дела. И мне очень хотелось увидеть небо и море, потому что, дожив до 32 лет, я вдруг поняла, что я никогда не смотрела на небо. Елену госпитализировали и тут же прооперировали. Удалили две опухоли, 12 лимфоузлов. Оказалось, что помимо одной опухоли были ещё и другие. У меня были метастазы в лёгкой, в печени, средостей и телезёнку. Это уже метастазы были, ну, практически их трудно было удалить. Если всё удалить, то там непонятно, с чем останешься. Врачи предложили сделать химиотерапию, но у женщины появились внутренние сомнения. Тогда она согласилась только на лучевую терапию. На лучевую терапию у меня была первая клиническая смерть. У меня была остановка сердца. И врачи, конечно же, были в полном шоке. Когда я пришла в реанимацию в себя, у меня всё было чёрно-белым, меня трясло, температура тела была 32 градуса. Таких облучений нужно было перенести 50. Елена поняла, что не справится и придётся отказаться и от такого лечения. В общей сложности ей сделали более 10 операций, большинство из которых давали осложнения. Врачи разводили руками. Чудеса начались с того, что позвонила мне моя подруга, говорит, Алёна, не хочешь поехать к старцу? Ну, я же хочу. И мы сели, значит, поехали под угличем к Игумену Иоанну. Я его тогда не знала. Подруги отправились в село Никольское под угличем к старцу Иоанну Исаеву, не особо надеясь на встречу. Но знакомство состоялось, причём удивительным образом. Старец сам подошёл к Елене. И он только останавливается около меня, смотрит и говорит, ты зачем операцию-то сделала? Надо было сразу к нам, отмолили бы. Я аж на колени вот так вот грохнулась, вот так вот закрылась, чтобы никто не видел вообще, что у меня слёзы градом текут. И я знала, что почему-то именно в этот момент, что старец обо мне молится. Именно в этот момент Елена поняла, всё будет хорошо. А после службы старец вновь позвал женщину на разговор. Он мне сказал, дочка у тебя есть. Дочке на тот момент было три годика. Говорит, поёт. Думаю, ну они все поют в это время. Ну ничего, говорит, замуж её выдашь. А я сижу и думаю, замуж, значит, я сейчас не умру ещё? Когда он меня исповедовал, я, наверное, тогда впервые поняла, что такое исповедь. Потому что когда я, ну, каялась, вдруг он на меня так даже не смотрит, а сквозь меня смотрит и говорит, а вот это, а вот это. Опять у меня слёзы градом. То, что я забыла, то, что я не считала грехом. Встреча со старцем стала отправной точкой в духовной жизни Елены. А болезнь научила спрашивать ни за что, а для чего. Спустя время Господь подарил встречу с врачом, после лечения у которого метастазы ушли. В это не могли поверить и сами врачи. Сказали, что мы ничего не понимаем, просто ничего не понимаем. Вот готово операционное, всё. Но мы вас не будем оперировать, потому что часть метастаз пропала, а часть, значит, обернулись в такую кальциевидную оболочку. Поэтому мы за вами будем дальше наблюдать. Но дальше врачи удивились ещё больше. Когда через некоторое время Елена пришла на очередное обследование, выяснилось, что она ждёт ребёнка. Это стало шоком и для врачей, и для самой женщины. Ведь все эти годы они в голос уверяли её, что это невозможно. Достаточно много перелётов было, и думаю, что такое, почему меня всё время тошнит в полёте. И я пришла ко врачу, говорю, знаете, наверное, у меня уже пришло возрастные изменения, дайте мне таблеток, а то всё время тошнит. Она говорит, вы знаете, ну, вашему климаксу 2,5 месяца, вы беременны. Врачи были убеждены, выносить такую беременность при её диагнозе нереально. Надо делать аборт. Но женщина была категорически против. Я не могу сделать аборт, я православный человек, это невозможно. Господь мне такое чудо подарил. Собрали целый консилиум с тем, чтобы уговорить меня сделать аборт. Я приехала тогда сначала к отцу Дмитрию Смирнову, прям из больницы. Он меня обнял, сказал, я сейчас пойду помолюсь, потом тебе скажу. Ночью он мне позвонил, говорит, ничего, не бойся, ничего, не бойся. Мы все будем за тебя молиться, у тебя всё будет хорошо. Ровно те же слова Елене сказал старец Ильин Аздрин. В трудную минуту Елена ощутила мощную духовную поддержку. В душе поселился мир и пришла уверенность, всё будет хорошо. Я к нему подхожу, говорю, батюшка, вот у меня такая ситуация. Он меня обнял, как, наверное, внучку, и говорит, ничего, не бойся, у тебя будет прекрасный парень, и я сам буду его крестить. У меня прекрасный парень, и крестил его батюшка Илья. Слава Богу за всё. Когда после рождения сына и ремиссию Елены снова обнаружили опухоль, она уже не паниковала и не впадала в отчаяние. Знала точно, помочь может только Господь. На лечение она отправилась в Израиль. В ожидании операции женщина случайно попала в храм святителя Аспиридона Тремифутского и упала на колени перед его образом. В этот момент у меня дикая головная боль. Настолько, что у меня слёзы из глаз брызнули, у меня такое ощущение, что у меня металлическим портом насквозь голову проткнули. И я прям головой в этот тапочек. Я прошу прощения, никто этого не видел, но у меня даже молитв не было. Только Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И у меня вдруг боль начала собираться, собираться, собираться и прошла. На следующий день была назначена операция. Елене снова сделали МРТ. Врач долго смотрел на результат и сказал. Вы знаете, я хороший диагноз. Вы знаете, ко мне приезжают со всему миру. Я знаю, я к вам еле попала. Вы знаете, я могу сказать по снимкам, возраст, сколько у вас было стрессов, какие у вас были микроинсульты. Я говорю, профессор, короче. Он говорит, я ничего не понимаю, но передо мной МРТ абсолютно здорового 25-летнего человека. После всех обследований Елена отправилась в Корфу к мощам Спиридона Тремифуцкого поблагодарить за исцеление. А уже по приезду в Москву начались чудеса от святого. Елена Леонидовна, это вам. Я говорю, а что это? Открывайте. Я открываю, и я обомлела. Потому что в этой коробке, посмотрите, что. Святыня и святыня. Тапочек Спиридона Тремифуцкого, который, естественно, ну просто чудесным образом, совершенно невероятным образом оказался у меня. Теперь Елена точно знает, там, где врачи бессильны, работает вера. А то, что невозможно человеку, возможно Богу. Молитесь, просите, и дано вам будет. Ищите, обрящите, так написано в Библии. Это самое главное вывод, который я могу сделать из своей собственной жизни. Екатерина Подгорная, Борис Сафронов, Галина Раевская, телеканал Спас.